Всем привет! Хочу сразу поздравить всех со светлым праздником Пасхи, пожелать вам и вашим семьям счастья, достатка, благополучия, крепкого здоровья. Пусть всегда светит солнышко и всегда у вас будет хорошее настроение. Всех с праздником! Ну и Христос Воскрес! Как вы поняли по предыдущему видео, я разделила два влога. Давайте посмотрим, как я вчера делала глазурь, как я украсила куличи, как мы ходили с детьми их святить. Ну вот такая красота у меня получилась. Порожная Пасха. Так, ну и кулички. Глазурь я делаю просто белки, сахарная пудра и сахар. Взбиваю и все. Вот такие зажаристые получились. Очень мягкие, воздушные. Я потом покажу вам в разрезе. Яички покрасила. Конечно, краситель ужасный. Называется ожидание реальность. Должно быть типа вот такого, но получилось что-то непонятное с пятнами и может быть было бы красиво, если были бы белые яйца. Вот так у меня яйца коричневые. В общем, вот так вот. Пасхе готово. Время уже у нас 17.40. Шестой час получается. И у нас до 7 вечера сегодня святят Пасхи, яички. Не знаю, куличи. Не знаю, попаду я. Нет, наверное, я не попаду. Не знаю, с детьми пойти сходить. Не знаю я. Это не в храм с ними не зайдешь. Коляска, Кирюша. Корзинки у меня нет. Было бы удобнее, если бы корзинка была. Я все никак не куплю себе корзинку. На следующий год обязательно подготовлюсь. Куплю себе корзину. Сразу закажу заранее украшения всякие разные. Я сегодня вот посыпки купила. Вот так как-то. Не знаю, попадем или нет. Приедет муж пораньше или нет. Короче, решила я все-таки сходить в храм. Собрались с детьми, наверное, минут за 15. Я надеюсь, мы успеваем. Через полчаса, по идее, закончится все. Все. Взяла вон в коробочку, служила. На следующий год надо обязательно корзину себе купить. Каждый год корзину хочешь купить уже за два дня до Пасхи. Поэтому вот так вот. Пока еще никого нет. Зайдем через главные ворота. Я не наряжалась. Быстро-быстренько. Я только котик уличи эти домазала недавно. Здесь как-то, я не знаю, странно. Вот, по-моему, с двух до семи, что ли, здесь вот. Вот так вот перед Пасхой, получается, святят. Не знаю, у нас дома, когда я жила с родителями, у нас ночная служба была. И рано, утром, часов в пять, в четыре, в шесть утра, начиная даже с двенадцати ночи, вот, служба заканчивалась. То есть, с двенадцати ночи до самого утра святили, ходили. Мы сюда, когда первый раз приехали, я в двенадцать ночи сама, муж туда в калимандировку уехал. И я сама пришла сюда. А здесь была просто ночная служба. Освятили, получается, за день до Пасхи. Как-то непонятненько немножко. Вот, как раз люди сейчас соберутся, и мы успеем и разложиться, и место занять. И я так, по куличику взяла, пасху творожную. Что еще? Водички взяла. Фрукты положила. Ты пить хочешь? Я сейчас тебе дам. Пойдем, место займем. Ну вот и все, посвятили. А то, знаете, праздник Пасхи без священных куличей как-то не так, да, чувствуется. Что случилось? Маркушка замерз очень сильно. И на Кирюшку попали, и на Маркушку попали. Ну, хорошо. Все, идем домой. Очень холодно. Дождик прошелся. Какое небо красивое. Красотень прям. Закат. Где-то там далеко. Да? Как же холодно. Слушайте, я прям замерзла, околела. Пришли домой. Вот так вот у нас все выглядело. Яйца все взяла. Яблочки, авокадики, мандаринки и водичку. Маркушке уже налила. Попить сейчас Кирюшке налью. В каком-то веке у меня сегодня реальный выходной. Чтобы вы понимали, сейчас 10 минут шестого вечера я только более-менее привела себя в порядок. Переодела пижаму. Я целый день пролежала в пижаме. Вот правда. Целый день я пролежала в детской. Дети бегали, делали бардак. Что хотели, то и делали. Я так чисто покормила, да и все, Кирюшку спать уложила. Реально я сегодня, как никогда, вот реально целый день пролежала. Отдохнула. Вот знаете, когда мама отдохнувшая, мама сразу счастливая, спокойная. Если еще маму чем-нибудь порадовать приятно, каким-нибудь цветочком, то все, все счастливы будут. Семья счастлива, когда мама счастлива, да? И дети молодцы. Дали мне сегодня прям отдохнуть, не хулиганили, ничего. Кирюшку вот только разбудила. В той комнате в детской сидят с Марком. Маркушка так хочет на улицу. Целый день просится на улицу. А там идет дождь. Холодно, сыро. С мамулечкой разговаривала по скайпу. Вышла она во двор, показывает. Травка зеленая, деревья цветут, распускаются. Тюльпанчики, всякие цветочки во дворе цветут. Прям настоящая весна, прям в самом соку. А здесь просто вообще, я не знаю, еще, наверное, две недели точно у нас будет вот такое вот состояние на улице. Вроде бы и целый день пролежала, отдыхала там, грубо говоря, в тишине и спокойствии. И вот реально сегодня прям тишина, спокойствие в квартире. Мужа нет, как-то скучно. Как-то немножко, знаете, грустно. Все празднуют, все семьей, а муж на работе сегодня. Как-то вот так. И погода еще плохая. Если бы была еще погода хорошая, можно было с детьми пойти хоть погулять на природе. В общем, как-то вот так прошел наш день Пасхи. Но наш еще день не заканчивается. Наш день, наверное, сегодня только начинается. Я сейчас убралась немножко, игрушки собрала, да вещи поскладывала. А то Кирюха там все вывалил с полки одну. И постели заправила в детской комнате. И что я сейчас буду делать? Я сейчас буду готовить. В холодильнике детям только картошку, которую я вчера готовила с кроликом. А она что-то так зашла на ура, там буквально по порции им осталось. А они в обед кушали. На ужин же они снова не будут эту картошку есть. Надо что-нибудь для разнообразия. Поэтому я сейчас пойду готовить голубцы. И я пойду сварю, наверное, маленькую кастрюльку гречневого супа. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok гречку вымачивать надо поэтому сделала с рисовой лапши куриный супчик получился такой ароматный я даже наверное себе насыплю тарелочку горячего съем я жидкая горячего такой вот ем очень редко прям с охотки только свежеприготовленная если уже несколько дней постоит это очень редко это скорее всего я буду второй раз есть только борщ а супы я как-то не очень по-быстренькому намотала голубцов самый обычный фарш рис зажарку я добавляю туда фарш капусту в микроволновке по-быстрому сделала все мультиварку поставила включила ждем пока приготовится я сейчас займусь посудомойкой мне нужно разгрузить чистую и грязную сложить а мальчишки это все время сидели тут в лего играли вот такие куличи в разрезе это вот кулич который я вчера светила и сегодня сама села вот половина съела меньше часть половины очень рассыпчатый получился видите прям воздушные вот так придавить он обратно прям хорошие куличи в этом году у меня получились можно больше сахарка чуть больше стакана сыпать на пол литра но в этом году я облажалась в глазурью вчера она была воздушная видимо я мало сахара положила и надо было еще дольше избивать хотя вчера и прям пики были воздушная была глазурь а сегодня что-то короче она это короче не такая я не знаю как делают глазурь которая трескается у меня она никогда не трескается в этом году вот не получилось она у меня всегда мягковатая но вкусная такая получалась воздушная пышная муж говорит что его бабушка делала такую глазурь что несколько дней она стояла она прям тянулась знаете как жвачка прям такая в общем вот такие кулички я прям довольна не сгорели румяные получились и вот такая в разрезе творожная пасха просто бомбически вкусная мне прям очень нравится есть еще со сгущенкой делают я наверное на следующий год попробую какой-нибудь другой рецепт потому что вот такую творожную пасху я делаю уже не первый год хочется чего-нибудь новенького попробовать в общем вот такая вкуснятина а дети кстати свои куличи уже съели хорошо что вчера хоть один остался да я успела в церковь сбегать посветить давай бери ложечку кушай дождались супа да марк тут организовал горку целый день на улицу просился думает ну нет так нет сделаем дома качели да давай поехали веселье да мы папу ждем я тут швабру достала в такой праздник вон кирюха мне орехов наплевал так у всех сегодня природа шашлыки а у нас праздничный ужин креветки муж заехал решил купить что-нибудь вкусненькое очень вкусно обмакать креветку сливочное масло растопленное и вот сделала соус такой авокадо майонезик и чеснок в блендере взбила все будем мы кушать и всем приятного аппетита дети там на матрасе разгулялись прям у них веселуха так я буду с вами прощаться заканчивать этот влог еще раз всех поздравляю с праздником желаю вам всего самого наилучшего всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока пока